Добрый день, уважаемые, дамы и господа! Сегодня мы с вами начинаем большую работу. Это большая работа о филиппинском воинском искусстве, которая имеет название калий. Я наконец-то, так сказать, приступил к написанию книги. И как раз я вам хочу рассказать о... о том, что это такое и как я учился калий. И сегодня Добтон Манса бы хотел рассказать с вами историю, о том, что калий и как он себя лично изучал. Когда я начал писать книгу, у меня стал вопрос о модели. То есть, как ее написать? Да, и здесь мне несколько слов нужно обязательно сказать о моем учителе. И это тот момент, который мы должны обязательно предоставить ученику. Сифу Джон Ристер. Прошу любить и жаловать. Этот человек, который меня учил, и у которого я учился калий. И вот я думал, каким образом мне сделать саму книгу. И мне очень понравилась вот эта вот идея, та, которую я только что высказал. Я поставил книгу на двух контр-вопросах. О том, как меня учил Джон. А второй вопрос, как я учился, потому что это разные вещи. Потому что понимаете, одно дело вас учат, а другое дело вы учились. А почему я вообще решил написать эту книгу? Первая причина состоит в том, что я до этого собирался снимать фильм о Калий. И надо отдать должное сообщество Калий ярко откликнулось на мое предложение снять фильм. И, знаете, первым вопросом в фильме так и звучало, что такое Калий. И интервью дали более 50 человек. И мы так и не поняли, что такое Калий. И даже, понимаете, 50 компетентных людей. То есть понимаете, говорила 50 компетентных людей. Опять же, представьте, 50 компетентных людей. Они действительно профессиональные. Они действительно профессиональные. Они компетентные люди. Они бы говорили о Калии и его источнике. Они бы говорили. Но мы из 50 интервью так и не поняли, что это такое. И поэтому я был вынужден самостоятельно разбираться в том, что такое Калий. И, по сути своей, я пошел учиться Джону Ристеру. Учился усердно. Учился больше года. Джон меня учил. Как раз я вам расскажу, как причем. И, конечно, Эптомайсов будет вам рассказать, как Джон Баристер его научил. Мы с ним вместе выясняли, что же такое Калий. Потому что мой пытливый ум не мог остановиться. Потому что как выглядит Калия всем известно. Потому что как выглядит Калия всем известно. Это такие американские или филиппинские или европейские парни. У которых в руках оружие. Которые состязаются друг с другом вот этим оружием. Притом оружие такое огромное количество, что запомнить его с первого раза название не представляется возможным. И самое главное, каждый из этих людей по этому поводу имеет собственное мнение. И самый важный момент, что каждый из этих американцев, филиппинских и европейских групп. Он подчеркивает его собственное мнение. То есть, по сути своей, если вы введете в командной строке интернета Калия, у вас будет огромное количество материала. Но весь этот материал вам так и не даст ответа на вопрос, что же это такое. Я думаю, что если бы обуватель взглянул на это все, он бы сказал так, что это самое востребованное на сегодняшний день. То есть, по сути своей популярности Калия не поразит. Я бы сказал, что это самое, я так бы выразился, лучшее маркетинговое предложение для сегодняшнего дня на рынке войска. И это самая сильная структура, которая существует на сегодняшний день в мире. Почему я так думала? Дело в том, что сегодня то, что пользуется популярностью, не имеет оружия. Well, this is first of all due to the point that the things that are popular today, they deal nothing with weapons. Бокс, борьба, бои без правил и так далее, все эти люди невооруженные. А те виды единоборств, которые сегодня предлагаются человеку, они содержат оружие, которое вы не можете использовать. Meanwhile, the martial arts that are proposed today for any person, they couldn't be used for those people. В Кали это совершенно другое. Но Кали действительно shares quite different story. В Кали настолько много оружия, что половину из этого оружия можно использовать. В Кали. That actually even half of this amount, I mean the half of weapons, could be used by just a non-nerved person. В Кали. Никто же вам не запретит палубу использовать, правильно? For instance, no one can prohibit you, there isn't any country in which it is prohibited to use a drill stick. Или топор. Or an axe. Да, то есть это незапрещенные виды вооружения. So this is something legal. Again, these types of women, they are not prohibited. Ножи в полном разнообразии, да? And there is again such a huge variety of blades and knives used in Kali. Кали славится своим ножом, да? Kali is famous for its knife. Ну, мечи, понятно, вы использовать не сможете, если вы не живете в Техасе, конечно. Of course, you are definitely not going to use swords for fighting somewhere. There is only one exclusion, this is Texas. На Филиппинах масса стилей воинских искусств. As a matter of fact, talking about Filipino, we should say that they share so many branches of martial arts. И эта масса стилей воинских искусств называется по-разному. And this mass of martial arts styles has different names. Like, you know, like, again, imagine, like, this is the mass of martial arts existing, and there are just different names for it. Like, Arnis, Eskrima, Kali. Different names and different origins. И вот, для того, чтобы упорядочить это все, законодательные органы Филиппин ввели одно понятие. Они сказали, что настоящее филиппинское воинское искусство называется Арниска. На законодательном уровне. So, according to the legislative assembly of Filipino, Actually, it was told that there is only one main name for all Filipino martial arts, and this is totally Arnis. So, this is the legal name. And as for the other things, they're just words. То есть, на самом деле, Kali действительно сегодня для всего мира загадка. Frankly speaking, we should say that Kali phenomena is like riddles, like a puzzle for the rest of the world. То есть, я первый человек, который говорит на русском языке, который получил полную аттестацию. And Dr. Мальцев is that very first Russian-speaking person, who was certified as a Kali instructor. То есть, у нас эта система не развита. We should definitely say that here, I mean in Russian-speaking territories, Kali as a system is not developed. То есть, поэтому мне пришлось ехать в Техас. That's why he actually had set himself a task. He was, well, it was definitely necessary for him to go to Texas, personally. Да, и там. Получайте представьте. And Mr. Мальцев was certified as Kali instructor, not here. He was certified in Texas. Ну, а кто меня не знает, я вам напомню. And for those who are not acquainted with the personality of Dr. Мальцев, let me please kindly remind you of that. Что вряд ли в мире на сегодняшний день найдется человек, имеющий такой посложной список воинских искусств. And as for martial arts ranking, you will definitely find no second Dr. Мальцев in this world. И я не шучу. And this is not a piece of joke at all. Да, это все можно очень легко проверить. It's so easy to verify this fact. Так вот. Когда я начал заниматься Kali, я имел более чем 25-летнюю практику в области воинских искусств. И я, как и все остальные, был в состоянии загадки относительно Kali. И я думаю, то, что я вам буду рисовать на доске и объяснять, вряд ли кто-то так сможет вам объяснить, что такое Kali. И поэтому мы уверены, что мы уверены, что доктор Мальцев будет объяснить и что мы будем поставить здесь, наоборот. Никто в целом в мире может показать эти вещи. Они просто не знают это. Ну а как вы знаете, так как я специализируюсь на загадках. Ну а как вы знаете, так как я специализируюсь на загадках. Мне пришлось вместе со своим экспедиционным корпусом разгадывать эту загадку. С одной стороны, Кали это парадокс. Почему я называю Кали парадокс? Смотрите, существуют некие Филиппины, то есть Филиппинские острова. На этих Филиппинских островах живут какие-то люди, которых зовут Филиппинцы. Эти Филиппинцы не выиграли ни одной войны в жизни за всю историю. Зачем этим людям воинское искусство? А так как я специализируюсь на островной культуре, вы знаете. И, как мистер Мальцев в исследовании культурных островах, то меня этот вопрос, конечно, очень заинтересовал. У нас какая-то странная мировая тенденция. Живут все люди спокойно на острове, едят кокосы и бананы. И вдруг резко узнают, что они величайшие мастера в области воинских искусств. Разве это не парадоксально? По-моему, это парадокс всех парадоксов. Вы же прекрасно понимаете, воинское искусство – это признак высокоцивилизованного общества. А если мы не имеем высокоцивилизованного общества, то мы не имеем воинского искусства. То есть, если вам не нужно никого завоевывать, если вы сидите на своем острове, если вам не нужно мировое господство, если вы не агрессивная морская или сухопутная держава, завоевать их, то зачем вам воинское искусство? И мне еще понравилось высказывание мастера Брэма. Когда он сказал, что представьте себе, что сидели какие-то люди под каким-то деревом и резко стали мастерами воинских искусств. И когда брэм в один из интервью-эс интервью-эс экспресс such an idea, he said, OK, guys, imagine, like, there is some sort of native of the island sitting by the tree, and then out of blue his choice, straightened with an idea, like, that he is a maestro, master of the martial arts system. То есть, так не бывает, вы же прекрасно понимаете. So he cannot realize he is a maestro out of nothing. This is not the way the things work out these days. Но, извините, сегодня на Филиппинах только ленивый не преподает величайшее филиппинское воинское искусство. But again, talking about contemporary Philippine, you know, on Filipino islands there are so many people, and only lazy and idle people do not train the others of Filipino martial arts. Да. И, извините, так сказать, существует громадное количество людей в Соединенных Штатах Америки, которые занимаются филиппинским воинским искусством, там, школы филиппинских воинских искусств, как мои товарищи говорят, на каждом углу. And, as a matter of fact, not only Filipino martial arts are reaching their schools in trainings of these arts, but also in the USA there are so many schools of Filipino martial arts. Lots of people are training there. И, простите, пол Европы занимается филиппинскими воинскими искусствами. And that's not only about the USA and Filipino, because half of European countries are also involved in the Filipino martial arts studies and trainings. И наши соседи даже, Россия, они воруют филиппинские воинские искусства и выдают за русские воинские искусства. И поэтому, когда вы подходите к этой загадке, просто смотрите на это на все, вы не понимаете, а что это такое? So, when you look at this puzzle, when you look at this, you just look and realize nothing. What's going on? Вы знаете, вот Бехтерев в свое время писал о религиозных психозах. Again, you know, there was such great academician, scientist, Бехтерев. So, Mr. Бехтерев would research and write about religious psychosis. Да, возьмите книгу, которая называется «Внушение его роль в общественной жизни», и там описано множество религиозных психозов. So, let's talk about the book of Бехтерев, and the title of this book is «Infusion and its Role in Contemporary Society's Life», then you will see lots of ideas shared in this very book. И вот, если вы, значит, возьмете психозы в области единоборств. So, he explains everything about religious psychosis. And let's talk about psychosis in martial arts field. То один психоз менялся в другим психозам. And you know, one type of psychosis who turned into the other type of psychosis during the timeline, during history. Сначала в Европе был психоз-бокс. Because, well, again, first of all in Europe there was like a splash, like a real psychosis of boxing. Все резко бросились заниматься боксом. Because so many people just, they were involved with all their minds and guts, and they trained boxing. Потом все резко бросились заниматься дзюдо. Потом все бросились заниматься карате. Потом все искали какие-то экзотические единоборства в каких-то недоступных уголках земли. Потом все начали заниматься боями без правил. Потом все начали заниматься боями без правил. И вот наконец-то вышла на сцену королева всех единоборств Кали. And then finally, like a queen on the scene, the queen of all martial arts, Кали, appeared. Да, вы потерпите, я специально это долго начинаю. Well, please be patient. This is the beginning, of course, but we have good reason for that. We definitely have to share with you all these things, because otherwise you are not going to understand anything at all. This book is about Kali. О настоящей воинской системе. About the real martial art system. Которая, по моему мнению, не имеет никакого филиппинского происхождения. And this martial art system, according to Dr. Meysen's viewpoint, has nothing to do with Filipino origin. Потому что на Филиппинах нет никаких условий для возникновения воинской системы. This is due to the point that the Filipino area gives no atmosphere and no conditions for generating and upraising such system as Kali is. And we definitely realize that the majority of Kali experts will show their total disagreement and disconsent with the words of Dr. Meysen. But before making any conclusion, it's so much better to listen to the words and looking at the verifications of Dr. Meysen, and then to make your conclusion. Будете судить меня уже по готовому продукту, а не по его части. It's a good idea actually to judge, as Erison said, according to the whole product release, but not according to certain pieces of puzzle. И будьте любезны, приготовьте доказательства ваших мыслей. And in case you just disagree with the things Dr. Meysen says, please be a little bit more kind to show your verifications and your pieces of evidence verifying and proving your personal viewpoint. Такое доказательство, как мой учитель мне говорил, доказательством не является. One more thing for you guys. Actually, such a piece of verification as my teacher would tell me that, this is not the verification at all. You may forget about it. Ну, во-первых, мы не знаем вашего учителя. This is due to the point that, first of all, we are not aware of the teacher. We don't know him. Научил сложно судить человека, когда мы его не знаем. So it's very complicated to judge anything about a person in case you don't know him personally. Второе, я бы вообще не хотел никого судить. Secondly, it's not a good idea to judge anyone. Dr. Meysen says he definitely wouldn't love this idea. Ну, цель книги не в этом. Because it's not the aim of the book, and we are not judging anyone. То есть цель книги научить вас кали. Again, the aim of the book, the main idea of the book is to teach you of кали. Как минимум толкнуть вас исследовать этот вопрос. Or at least just to give you a push, a push, providing you with efforts and power to study and research this field personally. Да. И увидеть, что доказательства, которые я вам приготовил, они проверяемы и неоспоримы. And by this push, actually, you will see that all the pieces of evidence and things that Thomas shows and says, they are really verifications of the things we share here. Ну, например, самый простой момент. Почему все ваше оружие имеет итальянское, немецкое и испанское происхождение? То есть название самого оружия происходит из испанского, итальянского и немецкого языков. Итак, давайте начнем с простой вопрос. Итак, вопрос номер один, как правило. У вас есть много оружия, да? Так что, почему источник из всех ваших оружий только итальянский, испанского и немецкого? Я имею в виду, что все названия из ваших оружий, глинец, и т. Т.е. Номаши названия из-за испанского, итальянского и немецкого, но definitivamente не флиппинского. Вы говорите по немецкий? Вы говорите по немецкий? Вы говорите по немецкий? Вы говорите на испанском? Вы уверены, что говорите? Вы даже палку бастоном называете. У филиппинского языка нет слова палка? Почему вы не называете свое национальное филиппинское воинское искусство своим национальным? Почему? Почему большинство ваших фамилий итальянские и испанские? И так далее. То есть я вам привожу простой пример, который вводит меня в состояние непонимания. Ну, представьте себе, я живу на Украине, и вместо того, чтобы по-украински говорить шабля, да? Я вдруг резко начну ее называть на итальянском. Ну, единственное, что меня спросят по Украине, это что, новая мода, что ли такая? То есть, вероятно, если я спаму говорить на итальянском, люди подумают, что я принадлежу итальянской школе какой-то. Я не говорю про немецкий, по причине того, что в украинском и русском языке немецких слов громадная И когда касается оружия, то особенно криминального оружия, то оно все на идише, ну, то есть на еврейском языке, которое с немецким имеет полное сходство. Так вот, представьте себе, представьте себе, что я начну говорить на иностранном языке у себя дома, который никто не понимает. И безусловно, на этом языке я вряд ли кого-то смогу научить. И, конечно, это единоборство не сможет сохраниться в веках, потому что я никому не смогу научить. И, конечно, когда мы пытаемся научить кого-то, как научить его в мастер-классе, говорить по-классному языку, мы не можем сделать это. И это означает, что этот мастер-классе не будет преследоваться на следующие годы. Вторая достаточно странная вещь, которая существует на Филиппинах, это отсутствие каких-либо вообще письменных документов на эту тему. То есть, у человека, вероятно, отсутствие документов должно навести на какие-то мысли. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим на вопрос следующим способом. Предположим, это остров, и там не нужны никакие документы. Проведем параллельно. Возьмем Японию. Окинава – это тоже острова. Но там с документами все в порядке. Там существуют всемирно известные труды по стратегии, по военному искусству и т.д. и т.п. Вы хотите возразить? Возьмем Сицилию, это тоже остров. Худо, бедно тоже. И трактаты в наличии, и библиотеки в наличии, и документы есть. Вот Таня только с Полярма приехала, и с Национальной библиотеки Полярма принесла документы. То есть, получается, что какой остров мы не возьмем, везде есть документы. На филиппинах документов нет. И люди говорят, да были документы, было все в порядке. Да, просто пришли испанские заниматели. Украли все документы и увезли в Мадрид. Мы с вами бегом в Мадрид, и есть ли в Мадриде документы? Конечно есть, все в наличии. Ну вот странная вещь, написанная не испанцами, а не филиппинцами. Да, то есть написаны они выдающимися учеными, таких на Филиппинах не живет даже сейчас. И вот получается какая-то загадка. Величайшее в мире воинское искусство оккупировано 300 лет какими-то непонятными неискусными испанскими парнями. Я очень всегда уважаю экспертов и очень уважаю любви к своей родным И вы помните в Ирина Игоревна, когда была очень интересная сессия, когда я в конце сказал, что судьбы я думала. То есть при предъявленных безукоризненных доказательствах человек все равно говорил, что это не правда. Как я не пытался показать документы, как я не пытался показать доказательства, человек все равно говорил, что нет ответственности. Это не правда. Так что доктор Маркси показывал много документов. Реальные документы из либерей. И человек смотрит на эти документы, читал их и сказал, что я вижу этот документ. Но нет, я не делаю вашу точку. Это просто не. Мне это, знаете, у русских людей есть такая интересная вещь, как мультфильмы. Да, там есть у нас такой персонаж Винни-Пух. Да. Это такой медведь маленький. Так вот, там есть такое выражение, которое стало культовым уже. Да. Вы помните, когда он говорил, что это неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Да. Вот так и я, когда, знаете, прихожу вот с такой пачкой документов, как бы начинаю человеку показывать документы, он их начинает читать, говорит да, 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 потом говорит нет. И вот так же мы интервью брали у мастеров Кали. Я тогда мастером Кали не был. Я вот стал мастером Кали очень недавно. Несколько дней назад. От этого я был просто такой послушный ученик. И, так сказать, тогда рассуждать о Кали, ну кто я такой, чтобы о Кали рассуждать? Ну, мне бы задали первый вопрос, вы специалисты в области Кали? breaker И я сказал бы нет, я не специалист в области Кали. Я ученый, я интересуюсь калий, вы когда станете специалистом в области калии, тогда мы с вами будем дискутировать. Тогда идите отдохнуть. Иначе, когда человек говорит, что я не специалист в калии, я просто специалист, я не специалист, я очень интересен, я в том, что вы получаете такой ответ, что вы не специалист, но, извините, вот несколько дней назад, благодаря моим усилиям, усилиям моего учителя, джоналиста, я наконец-то получил аттестацию в калии, и теперь я могу, как мастер калии, поговорить о калии. И вы прекрасно понимаете, что упрекнуть меня в том, что у меня плохое учреждение, и у меня учитель никто не может, я выбирал такого учителя, который пользуется абсолютным авторитетом в области калии. And, as a matter of fact, in case someone is pretty interesting in blaming or reproaching, that Dr. Mindset had not a good instructor or teacher, you know, John Rister is a very authoritative figure in that world. Да, то есть человек, который меня учил, это самый лучший мастер. Because John Rister is top best master, top best master. Знаете, в калии, как и в любом другом воинском искусстве, существуют разные люди. Because, you know, in Cali, likewise in the other fields of martial arts, different people are. Ну, и John Rister, как бы, это тот человек, который, с одной стороны, может мыслить объективно. And John Rister is actually that for a person who is definitely objective in his mindset. Он открыт для исследования. He is open-minded, he is ready for the investigation and research. Он объективно оценивает доказательства. He is the objective person to look at the evidences and things and facts shown. И, безусловно, John Rister имеет опыт боевых, так сказать, действий, боевых, так сказать, ситуаций, в которых ему приходилось применять это воинское искусство. Так как живет он в волшебном штате, который называется Фикас. And, as a matter of fact, personally, John Rister had a huge personal life experience. He had a real life fighting experience. Fighting on the streets with different people. Because, actually, he lives in a very magnificent state of the USA. This is Texas. And, as for Texas, it's a very common idea to wander down the street with such long thoughts. If you have any clothes attached to your belt, it's not prohibitive. You may call the etched weapons, the cold weapons with you. It's okay. And, when the guy is coming to Texas, the very first thing he does, he goes to the house of Blades and buys his own personal knife. And, as for fire gun, it's as easy to buy, to purchase a fire gun as it is easy to buy the ice cream. So, again, the person who lives in such an environment, who lives in such an atmosphere, he is compelled, he is obliged to know everything else he has in France. Yes. The school is located in the heart of my heart. So, everyone who is in her school, Cali-Filippina, they also live in this place. And, moreover, as for a research international martial arts school, the school is located right in the center, so-called not a good area. And, well, all the students of Mr. Reister, they again live in this area. Almost all of them. Many of him. Many of his students live there. And, for those who are aware of Texas, let me please give you a short explanation, just like two minutes only. Imagine where a strange state, like in the heart of the USA. And, there, you may find everything, whatever you are thinking about. I mean, starting with the top industrial civilization field, I mean, like the top 21st century civilization. До войны, постоянно идущей на границе Мексики и Техаса. Up to, let me say, the borderline Mexico, Texas. And, this is a very territory where people are in constant war. They are constantly killing one another. From the morning till the night. Every single day. До определенных земель, где законы до сегодняшнего дня, как на Деньком Западе. То есть, вас могут там просто убить и фамилии не спросить. And, moreover, in Texas, there is the other lands in the other regions. And, the laws and the orders in these regions are totally just like in the wild west. That is, when you go there, someone may kill you. Just enough. And, don't forget that, as for the nature, the natural environment is... Well, pretty funny too, because there are lots of venomous and poisonous snakes over there. There are lots of tornadoes. And, even like huge... Wow. Великолепное место. Huge hail of such a size, that may definitely break your car loss. How are we doing? So, this is that very peculiar and magical magnificent place where John Rister lives. And, as a matter of fact, he lives there for quite a long period of time, for more than 30 years. And, those who have seen by the video, for example, personally, the way John Rister works, I mean, all his performances, all his real fighting skills, well, you definitely cannot claim that he is not a master. And, definitely, Dr. Maltseff emphasis on the fact, you should definitely watch how John Rister works, how he performs, but not how he shows something. These are two different things. And, in fact, John Rister shows everything on low speeds, and he explains everything slowly, sometimes even in a little bit redundant way. But, he is not tedious, he is not boring himself, he is a very, well, merry person. But, he explains everything in such a little bit boring way, because he desperately wishes that other person, his student, realize everything he is teaching. And, we should say that this person, I mean, John Rister, he has very peculiar sense of humor. And, this sense of humor has definite Texas scent. And, from this very point, in a moment, Dr. Maltseff is going to share with you the way he researched color. And, of course, he realized this very issue just yesterday. And, of course, he realized this very issue just yesterday. And, of course, statistics, is the right thing. Well, you know, talking about statistics, we should say that statistical data, this is something one cannot argue with. So, ladies and gentlemen, please pay your attention to us the very first session, the very first session of Dr. Maltseff about Kali. It was like the first session, 16 minutes. And, during these 60 minutes, 10 topics, 10 blocks were set and explained. And, again, let's imagine, like, we are talking about some ordinary person, just the usual ordinary dweller. And, in 60 minutes, we are trying to explain him 10 new blocks, but we are going through six. Then, session number two. 14. 14 new topics. 14 new blocks given in 60 minutes. 14 new topics. 14 new blocks given in 60 minutes. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Потому что Джон не устраивал зачет и каждое занятие. А делал он-то, знаете, очень непринужденно. Он не говорил, что он меня собирается тестировать или принимать у меня зачет. Он говорил мне так, Олег. У меня есть несколько вопросов. Как ты думаешь? И дальше перечень. И на каждый вопрос нужно было развернуто ответить. И для каждого вопроса, вы должны дать очень глубокую объяснение. Помню, Джон делал вот так. И Джон будет реакт. Говорил перфект. И продолжал еще 14 тем. Это я ж пошутил с вами, сказав, что за 60 минут. Я отвечал минут 20 только. И не забудьте забыть, что за 60 минут. 20 минут. Давайте это принимаем для теста. Так что 40 минут осталось для 10 новых вопросов. То есть, вот так я учился калию. Вот представьте себе, вы, наверное, учились калий совершенно по-другому. Вам дали какую-то палку и вы отрабатывали какие-то упражнения. А меня так не учили калий. Дриллс я посмотрю потом. Это отдельная тема вообще. То есть, сначала этому предшествовала фундаментальная теоретическая подготовка. Которую, ну, необходимо было глубоко понимать. So, the fundamental theoretical basis was given before. It came before rather than all drills. And you have to know all these things before coming to drills. И Джон говорил, я хочу посмотреть, как ты делаешь это. Запиши мне видео. And then, Джон would say something like, I want you to show me certain things. Like certain drills and certain demonstrations. Do this and record and send me the video. I'm going to watch it and analyze it. Ну, пришли мне видео. Я посмотрю, как ты это делаешь. Это, как ты делаешь при запишении видео, пришли. And there were so many tasks accomplished in such a way. Like a task by a teacher and a video sent to him. То есть, это отдельное видео, как я это делаю, это отдельная тема. А теория это отдельная. So, again, as for the theory, this is one field to discuss. But the videos with practical demonstration, that's pretty huge in other fields to discuss. И я очень благодарен, как бы, Джону, что учил он меня именно так. And Dr. Matzov said that he is very thankful to Master Reister for this very way of studies. То есть, к моей подготовке он подошел очень ответственно. Because this person really, he really was very responsible. He took a very responsible approach for training Dr. Matzov. Да, и было очень приятно, как это Джон писал, когда я приехал уже в Украину, как бы, в интернете, что я мастер Кали. And Dr. Matzov said that it was very pleasing and agreeable for him to see such a post on Facebook, when he got back from Texas to Ukraine, that he is welcomed as the master of Kali by John. Да, потому что до этого я у Джона учился Арнису и Искрима. Because before mastering Kali, Dr. Matzov was also, he was trained in Арнису и Искрима. Так что не спешите, как бы, возражать и говорить о том, что вы же Кали занимаетесь. Ну, короче, вы ничего не понимаете в Арнисе и ничего не понимаете в Искрима. У меня полностью Филиппины закрыты, потому как вы можете, так сказать, не трудиться. So, for those who are ready for objections, who are ready to say, aha, you are Kali instructor, you know nothing about Filipinos. Hold on, guys, because Dr. Matzov is certified as Kali, Арнису и Искрима master. So, all, you see, all this martial art Filipino field is covered. That's why he definitely has all rights to say everything about this field. Да, и с этой точки зрения, я сначала получила аттестацию в Арнисе и Искрима, а только потом получила аттестацию в Кали. And let me please emphasize the fact that first he was certified as Arnis and Искрима master, and only then afterwards the second step was the Kali certification. Да, поэтому, так сказать, не спешите возражать, еще, как бы, у вас будет время, когда выйдет книга, вы спокойно ее сможете раскритиковать, как вам нравится. So, don't haste to raise your objections towards the book of Kali, and towards the words of Dr. Matzov, because, well, you have to wait for the whole product, and then you have to read the book, and that will maybe provide us with certain critical reactions. Итак, так как же выглядит Kali? So, yeah, what is the image of Kali? What is the way Kali looks like? Так вот, вторым вопросом в интервью, вы помните, было о том, как устроена Kali, да? So, the second question for the interviewers was what is the structure of Kali? What is the set of Kali? Да, и 50 человек дали каждое свое устройство Kali, от осьминога. And 50 different experts of Kali provided us with 50 different explanations of Kali's structure, starting with octopus model, до перечня, and ending up with a list, just a list, plus two, three, four, five. То есть, нарисовать Kali никто не смог. И, в общем-то, для того, чтобы нарисовать Kali, нужно представить себе круг. И для четки-калли есть браузы, и для того, чтобы нарисовать калли, вы должны представить, обязательно себе через круг. Так, и тогда можно отрезать это я, и взять мальчик. Так, и я бы хотела, наоборот, а потом из-за кругу, чтобы imp was большой. Да, так у нас ничего не получится. Так у нас ничего не получится. Пожалуйста, нарисуйте круг вот такой. Небольшой? Да. Угу. Тоже не получится ничего. Один круг внизу. Еще ниже. 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 Вот здесь. Теперь этот круг нужно разделить на 12 секторов. So that's the circle. Let's imagine that we are dividing the circle into 12 parts. Вот так. Каждый вот этот сектор – это разновидность оружия. So again, this is a part, and there are like 12 part, 12 sections of the circle, and each section stands for a specific weapon used. Какое пока не имеет никакого значения. So, it has 12 different sections for 12 different weapons. Ну, например, вот заштрихованный сектор может означать одно оружие в руке. So, for instance, just for example, this section that should hear may have a meaning like I have one blade in one of my hands. То есть, любое одно оружие в руке. И так далее неудачно.